Он часто писал на Финском заливе, в Петербурге, да, посмотрите на этот закат, на эти краски. Настоящее путешествие в мир преображенной природы, а его проводники – художники разных эпох и направлений. 40 работ выдающихся мастеров объединены под одной крышей в Звенигородском манеже. Преображенная природа – это про то, как каждый художник своим видением вот эту самую природу преображает. Облака и тучи, радуга и светлый день, закаты и рассветы. Посетители буквально затерялись в лабиринте пейзажей. Тематические разделы здесь не случайны. Каждый скрывает одно из чудес природы – от стиля к ярости и снова к успокоению. И завершается наш лабиринт разделом «Лунная ночь», где представлены пейзажи в лунном таком освещении выполненные. Его называли салонным художником. Представляете, это был художник, который был настолько популярен, что писал на заказ полотна картины, то есть штамповал их. Айвазовский, Саврасов, Репин и даже Куинджа – к полотнам последнего живописца выстроилась целая очередь. В его видении природа всегда реалистична, но при этом поражает своим излучающим светом. У Куинджа прекрасны вот эти волны с таким скульптурным изгибом, декоративным. Ну и, конечно же, его пейзажи – эффект заката. Это просто потрясающая вещь. Действительно, производит такое сильное впечатление. Не зря Куинджа называют мастером эффектного пейзажа. Окунуться в мир преображенной природы и совершить красочное путешествие во времени любителей живописи могут до 29 сентября. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».